Привет всем! Сегодня я расскажу вам о том, какая разница в записи звука через iPhone и его встроенные микрофоны с применением петлички за 4 доллара и такой интересный микрофончик D4 Duo, у которого есть два микрофона. Этот направлен и этот направлен. И если мы возьмем к нему подключим или подключим вот такой вот переходничок на лайтинг фирмы Боя, то мы сможем его засовывать непосредственно в iPhone. Дело в том, что здесь должно подаваться питание и таким образом, таким образом этот микрофон якобы охренен, великолепен и так дальше. Но это все сейчас мы услышим, а пока что, как вы видите, я побрился недельку назад, еще меня дернуло. Теперь не могу к себе привыкнуть, 7 лет или 8 не брился, но вот смотрю на себя и думаю, мама моя дорогая. Так, мы что, приступим? Для того, чтобы провести этот эксперимент не для слабонервных, мы включаем iPhone, включаем его на запись. Смотрите, если мы включаем его на запись и подсоединяем сюда вот этот 4-долларовый петличку, то запись у нас будет идти в стереорежиме. Но если мы вначале через лайки подсоединим, а потом включим видео, то запись будет идти в монорежиме. Имейте в виду, потому что на посте это имеет значение. Так, ну что, поехали. Значит, я буду записывать в стереорежиме, соответственно, я включил, это видно, наверное, и сюда вставляю лайки. Опа! Микрофончик. А может, вначале я, наверное, все-таки покажу, что это за чудо. Чудо. Значит, смотрите, 4 доллара США. В Украине можно его купить за 200 гривен. И чего он состоит? Вот, из вот такой вот защитки. Потом вот такой вот микрофончик. Здесь он раскручивается. Вот. И получаем непосредственно вот такую штуку. Я это все включу на записи. Это все можно будет просмотреть, как он работает. Внутри здесь очень умный человек засунул ватку. Зачем? Якобы для того, чтобы... Вот я ее там поправляю. Для того, чтобы она работала, типа, как ветрозащита. На самом деле, это все полная хрень. Ни хрена оно не работает. Если у вас не будет меховой накладки, не вот такой вот меховой, это все кажется совершенно беспорядным. Почему я вообще вот это все показываю? Потому что я хожу здесь по Египту от безделия, я не знаю, снимаю всякую чушь. И мне необходим какой-то микрофончик, который бы глушил порывы ветра. А ветра здесь достаточно. Так вот, если я подключаю... Ну, я так думал, да? Беру вот этот микрофончик, сюда себе вот так засовываю, включаю и думаю... Алло. Вот, да? Теперь я блогер. Разворачиваю, включаю видео. Ну, чем я не блогер? Сейчас мы будем слушать, как это все происходит в записи на iPhone. Вот эту камеру можно выключить. Итак, задача этого обзора в том, чтобы показать, дать вам возможность услышать, как работает микрофон петличный за 5 долларов США, как работают встроенные микрофоны в iPhone 11 Pro Max и как за 100 долларов США работает D4 Duo. Двухнаправленный, ультрасовременный микрофон. Сейчас вы слышите звук, который идет через петличку. Я думаю, он шикарен, он благодроден. Вот, раз, два, три, четыре, пять. В Санкт-Петербурге идет дождь. Сейчас звук идет с микрофонов iPhone. Раз, два, три, четыре, пять. В Санкт-Петербурге идет дождь. Добрый вечер. А сейчас я легким движением беру и подключаю этот микрофончик. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, три, два, раз, чек-чек-чек, в Санкт-Петербурге идет дождь. Как меня слышно? Ну, я думаю, что вот это Боя, вернее, это не Боя, а Д4 Дуо. Это оптимальный вариант по звуку. Оптимальный вариант по звуку, как слышно меня. Прием. Прием. Теперь идем на ветерок. Задача это в ветреную погоду или в полуветреную каким-то образом что-то вещать, внести прекрасное, вечное массы. Так, в контражуре iPhone позволяет снимать в контражуре. Почему я так встал? Потому что прямо мне в мое бритое, назовем это, лицо дует ветер. Сейчас вы слышите, как работают микрофоны прекрасного iPhone 11 Pro Max. еще раз. Лайтинг вставляем в этот 11 Pro Max. Благодаря чувствительности этого маленького микрофончика происходят. Другими словами... Другими словами... Другими словами выкручу, да, потому что я уверен, что это ни хрена не слышно. Другими словами, на этот микрофон очень удобно писать тогда, когда вы находитесь в тихом помещении либо же в тихой обстановке и вот этот вот 4-долларовый шикарный прекрасный микрофон не даст вам защиты от ветра, если на нем нету вот такого михуёчка. возможно, 100-долларовый микрофон как-то поможет без защиты. Просто уверен, что ничего не было слышно. Говорил я следующее, что если на нем нет ветра защиты, он бесполезен вот в таких вот условиях. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Попробуем поменять позицию, спрятаться и сделать то же самое. Скажем, вот в таком положении, где ветерочек где-то там нас обдувает. Итак, напомню, сейчас вы слышите звук прямо с айфончика, с его великолепных двух динамиков в серии режима справа и слева. подключаю лайндинг, подключаю четырехдолларовый микрофон. Четыре раз, два, три, четыре, пять, три, четыре, раз, два, три. Ветер, мне так кажется, сюда сейчас не задувает, соответственно, у меня шикарный, бархатистый, непревзойденный, великолепный баритончик. Раз, два, три, четыре, пять, в Санкт-Петербурге идет снег. Давайте проверим, как это звучит на айфоне. Раз, два, три, четыре, пять. В Санкт-Петербурге уже идет дождь. И легким движением посмотрим, что же через переходе отстает три, четыре, раз, два, три, пять. В Санкт-Петербурге идет снег, дождь и что там еще идет? Кино какое-нибудь идет. Кто-то выступает, кто-то не выступает, переступает, выступает. В общем, Санкт-Петербург прекрасный город. Девушки, кстати, там очень своеобразные. Очень своеобразные, воспитанные, интеллигентные. Великолепно. Чтобы не тихо сейчас еще раз показываю. Слушайте, я хочу сказать, что в этой рентгенции локальности по-дожественному локальности. Все микрофоны буду вещать дальше через айфон. Суть в том, что ребята, если у вас S11 Pro Max, у вас есть прекрасная машина для того, чтобы даже на ветру, даже в таких условиях вести свои блоги, видео, рассказывать, показывать, делать все, что вам нужно. И не надо искать каких-то тихих решений. Для студийной записи я рекомендую электровой 320 подкастер. Продкастер. Шикарный микрофон. Да, это 500 долларов, но зато это шикарно. Но опять же, вот эта манера пихать эти микрофоны в кадр, все такие радиоведущие, надели наушники и мне вот это бла-бла-бла, но мне кажется, это полный бред. эта мода пройдет, потом эти видео будут таким ляпом смотреться в вашем видеолисте и типа вот вы тоже лоханулись под этим. Мне так кажется, с высоты моих лет и бритого подбородка, не бегите за вот этими мнениями. Мода это шлюха, а вот стиль красавец. Поэтому петличка данная за 4 доллара, я считаю, это великолепнейшее приобретение, оно должно быть обязательно. Особенно, если вы, например, вещаете, что это в машине, подключили, длина вот этой штуки позволяет расположить ее полтора метра, по-моему, где-то так, расположить ее удобно, вы едете, крутитесь, я веду треножка репортаж с машины, да, будем сейчас базарить. Там это сработает, на ветре это ни хрена не работает. Может быть, сюда, если засунуть сверху на нее, на вот эту вот, на балдовину, на балдашник, на вот эту хреновину сверху вот эту мертвую кошечку, может быть, она сработает. Но, мне кажется, эксперимент требует продолжения. А сейчас я очень благодарен, что вы, наконец, дослушали до конца, мучения, мы же закончились, эта секция сконцентрирована в моей четкой мысли, вы понимаете, что нужно для того, чтобы вести блок. Да ничего, просто iPhone 11 Pro Max и вперед. Спасибо вам большое, будьте здоровы, счастливы и благополучны.